Все складывалось просто отлично, просто замечательно. И вот я на болоте. Поезд проехал. Как я там оказался, смотрите в этом видео. Это метро Орехово. На чем мы в прошлый раз закончили, с этого и продолжаем. Вы на канале Коверровер. Всем привет. Помните, как вчера тут плевало неслабо? Там тучки стоят, а там не ходят. Похоже, как вчера. Может, разогнусь. Итак, я двигаюсь в сторону МКАДа через Орехово-Боресово-Южное. Как в прошлой серии я рассказал, что такое отклонение от курса связано с тем, что я хочу пройти через этот район. Когда-то я тут в детстве жил. Интересно взглянуло просто. То, что поменялось. Вот этот забор. Я оттуда пришел. Там вдалеке Орехово. Судя по всему, это граница с Орицинского. Парк – это как музей-заповедник. Копейте на водилку. Ну, а я пошел дальше. Дольше Шипиловского проезда я иду. Вот он, справа. Скоро будет пересечение с Ореховым бульваром. Ну, вот нет солнца и прохладно. Ветерок такой. Смотрел метеорадар. Там, получается, не так скользко. Где-то граница между областью. Какие-то ясные слова. Орехово-Борисово-Южное. Орехово-Бульвар остался позади. И движемся. Хотя, какие интересные деревца. Это пирамидальные тополяшки. Не странно выглядеть. Наверное. Может, тут после царицы на какой-нибудь, как это, дендропарк. Или какой-нибудь, ну, типа, где выращивают. Такие интересные растения. Зелененько тут. Уйду я немножко в сторону. Может, ветра поменьше. Тоже даже писать, наверное, невозможно. Если кто-нибудь сейчас что-нибудь слышит. витрил такой. Ну, естественно, никакой пятерочки здесь не было, конечно же. Советские времена. Ну, что-то тут было в этой пристройке. Я сейчас уже не помню. Аптека, что ли? А в том направлении там, за этими вот сооружениями, магазин «Белград». Он был как раз в те времена построен, как раз когда я тут жил. «Белград». Да. Кстати, я хотел сказать, что если я в такие длинные же прогоны не проверяю все подряд. Прямо то, что записывается на час, на полтора, потом редактируется, стоит где-то минут пятьдесят. Я не проверяю весь звук, который там, поэтому если что-то нецензурное попало, ну уж извините. Стараюсь вычищать. Кто-то там что-то эмоционально выкрикнул. И продолжаем двигаться туда. Ветра нет, теперь там что-то сверлить. Но это все-таки лучше, чем ветер. Ветра нет микс. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что там совсем другая погода а здесь сыпет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А там Мукат впереди, а немного кровее, там где-то Вегас, ТЦ Вегас. Я все-таки надеюсь, что эта штука улетится, а там справа тоже какие-то есть уже просветы. Ну и шлиф, по идее он движется оттуда сюда, пока дай и думаю, что пережду в этом Вегасе Леруа Мерлиэнта. Я не предполагаю обзоры, как сейчас. Не знаю, слышно здесь микрофон, наверное, не очень на телефоне. Конечно, камеру сейчас не достаю. Как минимум, забью микрофон на камере. Впереди Мукада. Естественно, развязка транспортная. За этим Леруа и за Вегасом справа знаменитый совхоз имени Ленина. Там его угоди, совхоза. Туда пойти. Сюда пойти. Надеюсь, там видеть дорожку вдоль. Вдоль дорожки. Вдоль дороги. Вдоль дороги. Пойду как иду. Там разберусь. Переход там точно есть? Я заранее смотрел. От таких нюансов как-то не вникал. Там всякие развязки. А, я уже вижу Вегас. Справа там, по-моему, уже солнышко выглядит. И слева тоже. Да, я как в каком-то, не помню, где-то в мультике, что ли, или где-то еще видел. Такой стоит человек. Над ним тучка. А, или карикатур какая-то была. Типа, если настроение у человека плохое. А круг ясно, а на ним тучка. Прикольно. Вот как надо делать. А везде так. Пробка. Вот он этот переход надземный, по которому я сейчас перейду. Московская пробка МХАТ. Это въезд на МХАТ. Это МХАТ. На этом месте вам по жизни. Как тут, однако, все у них сделано. Аккуратненько. Смотрю тут. Прямо такое оформление все. Ну да, неплохо. Чувствую, дойду я до этого Вегаса. Блин. Мне вот туда, правда, надо пойти к надобностям. Здесь не еще. Естественно. Вот заодно. Но как-то особых планов у меня нет на Вегас. Вегас. Да, отлично. Проход прям такой. А тут туда без всяких сложностей. Везде асфальт. Зачет однозначно. Слева вот этот переход надземный. Я решил на него и с той стороны тоже посмотреть и заодно. заодно посмотрю на него и с той стороны. Решил я на пробку взглянуть с этой стороны. Может какой-нибудь план такой будет эпичный. Вот тоже, кстати, сейчас расписывают всякие эти штуки. Гораздо веселее выглядят все эти будки технические. Там какое-то колесо обозрения. Типа аттракционы, что ли, какие-то. Да нет, тут как-то. Ну, конечно, можно поснимать, но что-то сейчас я тогда здесь зависну. Ну, я пошел наверх. Там на остановке, кстати, народу столько. Судя по всему, люди с Вегаса там садятся. Какой-то 717-й подъехал. Вообще не знаю такого. А это что там отъехал? 37-й. 37-й я знаю. Он между районами курсирует. Тогда дальше идет в западном направлении на юго-запад. Все-таки в одном направлении на юго-западе. Продолжение следует. Смотрите. Да, эпичный переходик. Да, и пробочка, конечно, тоже. Эпичненькая. Это да, тоже. Нехило. Налево нам пандус для велосипедов. Направо мне. Распогодивается. Распогодивается. Правильно ли я иду? Понятия не имею. Это первый раз. Да, торговые центры в Москве. Иногда похоже на дворцы в торговле, чем на торговые центры. Прямо такие многочисленные выставки достижений торгового хозяйства. Да, он снаружи даже его и не видно, какой он огроменный. Колесо вращается. Колесо вращается. Ангары какие-то. Ладно, я внутрь дальше разберусь. Я это думал, так это пошутил насчет дворца. Походу ни разу я и не пошутил. Действительно, дворец. Это сразу от входа направо. Да, не слабо стиль такой. Так, ну мне надо вполне конкретное место. Держиваться здесь я не предполагаю, потому что дело-то, в общем-то, я не с самого утра начал движение сегодня. После вчерашнего маршрута. Ну, не то, что после маршрута. В общем, короче, встал я не рано, собрался не сразу. В туалет налево. А, ну он такой дугой, я так понял. Полукругом даже. Там он дальше, свой дом. Там так живой центр, свой дом. Пойду-ка я посмотрю. Все там, как-то, колесо. Причем. Вообще, можно на нем или нельзя? Прокатиться. Так, ну, моя подземная парковка тут. Не будем нарушать все правила. Перейдем по переходу по земле. Думаю, что это же не канация в сложности, не? Вообще, туда ли я иду? Туда, наверное, так просто не попаду. Да, надо искать туда вход. Здесь какая-то стройка еще идет. Да. Опять не продумано. Наверняка есть какой-то выход из самого там былого центра. Ну, это понятно, я сейчас до конца дойду. Но, может, лучше так и сделать. Правда, вот я сейчас тут, как ты понимаешь, буду идти прямо по дороге. Совсем не гуд. Да, ну, совсем какая-то унылость в этом наблюдается. Так. Ну, все проехали. Может быть, движение одностороннее. Ладно. Так просто не возьмешь. Вот. Как вот. Как вот. Не, ну, явно я что-то где-то делаю. Понятно. Надо попасть туда, и тогда я смогу перейти. Отлично. То есть, план шикарный. Ну, ладно. Ну, ладно. Все, классно. Вот опять. Для пешеходов какая-то фигня. Вот это я на правильном пути уже. Да, лучше было или по парковке, или спросить у кого-нибудь, как туда пройти. А там, кстати, дальше я видел вывеску картинка есть. Надо сказать, что колесо это называется Music Wheel. То есть, музыкальное колесо. Там постоянно работает музыка. Всего того, что она, естественно, не лицензированная на YouTube. Я вынужден пустить в этой части музыку с YouTube. Официально разрешенную. Уж извините. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! А вот с лестницы. Почему я его до того не нашел? А, ну да. Потому что, видимо, особо и не искал. Ну да, с этого уровня я уже знаю как. Да, кривизна вышла, однако. А между делом, как интересно-то оказалось, что это самое высокое колесо в Москве. Пришло время подкрепиться. Я пошел искать свою любимую торговую точку. Интересно, кто смотрит мой канал, кто знает, где я ем. Это реклама или не реклама. Я же не рекламирую. Не ем я всегда там, потому что мне там нравится есть. Там все устраивает. А только найти их не всегда сразу удается. Фудпорт, второй этаж. Я на втором этаже. Фудпорт. Фудпорт, второй этаж. Туда. Ну, это точно, они так делают, что это полмагазина. А то весь пройдешь и только потом найдешь этот порт. Фуд. Пока я ел, отдыхал, соображал. Дальше двигаться, погода здорово поменялась. О, какая красота. Солнышко. А, вообще надо тут аккуратненько идти. Выезд с парковки. О, какой агрегат еще едет. Камера там в какой-то версии. Ну, не первая, понятно. В каком обвесе. Черная глыба. Все-таки вот к вечеру охлада такая тянет. Может еще потому, что тучи пролетели. Такая влажность некоторая. И прогрелась земля. Той дом проходит. Как бы не так. Твой дом еще дальше там продолжается. Такой, если это и торец этой, как это, дуги полукруга-то. Такой неслабо толстенный торец. Правильно я делаю, что я иду интересно вот так. Чтобы не упереться куда-нибудь. Не, пока вроде ни во что не упираюсь. Ну, еще. Не, ну, сомнения, понятно. У меня сомнения есть, что там дальше. Пешеходная дорожка есть. Как уже обсуждалось, не везде. Совсем не в Москве. Ну, вроде бы до Москвы-то. Вон она, Москва. За этой дорогой. Но тут часто очень только для машин приспособлены. Сейчас будем выяснять. Какая прелесть. Желудово. Прям так. Что это за ветка такая? Там мужик идет. Прикольно. Прям так поспал. В чемтишка? О, лесенка. Я туда пойду. Да. Самому интересно стало. Мужик идет туда и оттуда. Парень с самокатом пришел. Да. Оригинальный. Более чем. Надо мной МКАД. Ты опять вернулся в Москву. Как же не неприятно идти по этим камеркам, да? Я по-прежнему в своих ботиночках этих. Но у них удобно, на самом деле. Если нет такой пересеченной местности. Довольно комфортные ботинки, надо сказать. Мне кажется, не каждые кроссовки такие комфортные. Все-таки мне это прикалывает. Интересно, а если я наверх подымусь? У меня есть такое подозрение, что если наверх подымусь, то там не будет просто пешеходной дорожки. Не, ну это уже совсем становится интересно. Так, ладно. Немного меняется курс. И бы появилась интересная задача, возможно, соображу, как потом вернуться назад. В то же время, есть подозрение, что там просто я не пройду нигде в пешеходном режиме. Песики. Песики вроде не преследуют. В общем, я несколько отклонился от курса с целью вообще понять, в том числе, смогу ли я туда пройти. Можно было предположить, что там прохода нет. Вот в таких местах, конечно, и оба лучше получше. Лучше получше. И обработку от клещей не мешало бы. Надо ее выбрать, конечно. Покупать заодно я хотел купить. Ну и отдельно обработку, чтобы вода стекала. Ну, обработать куртку. Там вдалеке я, кстати, видел еще кто-то идет. Видимо, такой путь народная кропа. Куда идет не ясно. Народ есть, значит народная. Поезд проехал. Поезд проехал. Вон так активно тут. Квакушки-квакут. Ладно, пойду дальше. Коля уж пошел. может где-то тут свернул налево сейчас я тоже свернул жилые дома какой-то район сориентируемся ну это я так хитро заумно в Бирюлево зашел слева фруктовый сад так на карте написано пока не это я шел вдоль Загоревской улицы сейчас перешел в эту сторону и пройду через фруктовый сад то я вернусь к МКАДу там соображу что дальше делать думаю что это границы фруктового сада да петельку я конечно описал думаю достаточно бессмысленно возможно там можно было аккуратненько пройти вдоль МКАДа ну по карте там есть переход вот он кстати рядом остановка 37-го и прочих автобусов то есть можно отсюда уехать можно и сюда приехать то есть это годится как промежуточная точка вот там я был на той стороне нам не в этом вот а там дальше вегас а это я не знаю чего или это крайняя часть магазина твой дом не знаю ну вот я думаю удобное место и да и время к вечеру уже чтобы на сегодня закруглиться и уже на базу с этой точки спасибо что смотрели подписывайтесь комментируйте ставьте лайки дизлайки и колокольчик жмите чтобы ничего не пропустить до встречи до встречи так это привет просит до остановке Санкт-Петербургское шоссе в 37 автобусе. Там пёсики лежат по дороге. Мило так, два пёсика. Вроде индифферентные, но людей тоже тут немало постоянно ходят. Какие они будут ночью, когда тут один человек пойдет. Сложный вопрос. Дальше пешочком. С области в Москву. Ну, я и так в Москве, потому что это внутренняя часть на паде. Вот так я пойду. А это, вообще говоря, Варшавское шоссе. Область туда. Москва туда. Я решил так вернуться. Да, получается, что частично пешком. Ну, да ладно. Извините зрители, если что не так. Напишите, кстати, в комментариях, критично это, не критично это. Если вообще кто-то до этих мест досматривает. Хотя смотря где это будет. Если это будет начало другой серии. Одной из серий. Это одно. Может кто-то досмотрит. Если это конец. Ну, гигантский респект тому, кто досмотрит. И вообще, кто досматривает все эти мои брожения. Вообще, всяческая уважуха. Этим людям и благодарность. Потому что посмотреть целиком 50-минутное видео на нестабилизированном часто очень. Я уж стараюсь там, где возможно, с камерой ходить большой. Но иногда просто реально. Или дождь. Или просто стрёмное место такое. Вот. Так что спасибо тем, кто смотрит. Ну, и всем спасибо. Даже если чуть-чуть посмотрели. Даже если вообще обратили внимание. Спасибо. О, какой кошмар. Машина-колонка. Машина-динамик. Солнышко заходит. Красиво как. И похолодало. Прилично. Все-таки еще не летом. Хотя летом так бывает. Почему еще похолодало? Летом так бывает тоже. Но все-таки еще весна. Сейчас веселенько стали строить так. Вот это вот большое внизу. Не знаю что. Неужели это тоже жилой квартал? Тут наверняка жилые. Они еще в этом сейчас таком контрастном свете этого как это? Заката. Вот. Веселенько. Веселенько. Торговых центров тут понаделали.